В торжественном мероприятии в честь юбилея детского дома приняли участие представители администрации города, Министерства образования Республики и шефы. В этот день вспомнили историю и подвели итоги деятельности за последние годы. Детский дом для детей-сирот в селе Маячный был открыт в 1956 году. Не раз учреждение становилось экспериментальной площадкой по применению инновационных образовательных технологий. Программы по коррекции речи, психологическому развитию, организации реабилитационных групп отмечены на высоком уровне. Поздравление глава администрации Борис Беляев выразил благодарность директору учреждения Светлане Ерофеевой и всем педагогам за их труд и заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Каждый ребенок имеет право на счастье, на счастливую жизнь. И вот вы своим коллективом создаете для наших детей такие прекрасные условия для того, чтобы они развивались. За многолетний труд многие были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации. По словам начальника отдела Министерства образования Республики Татьяны Хурсан, Кумертауский детский дом – один из лучших учреждений подобного типа. Здесь с детьми работают настоящие профессионалы. Татьяна Геннадьевна также объявила о присвоении почетного звания заслуженной работника образования Республики Башкортостан директора детского дома Светлане Ерофеевой. В свою очередь Светлана Николаевна вручила благодарственные письма сотрудникам и отметила заслуги и вклад в работу каждого. Поздравить коллег и детей пришли ветераны труда. Проработав многие годы здесь, они увидели все изменения. Мне очень приятно, что меня пригласили на этот юбилей. Я очень скучаю, конечно. Я проработала в детском доме 25 лет воспитателем. Очень скучаю по детям и по коллективу. Но время идет вперед. Жизнь продолжается. Так и должно быть. Я вижу тут хорошие изменения. На участках появились скамейки, качели. В коридоре закончили ремонт. Появились новые картины. И в спальне обстановка другая стала. Мне очень приятно это замечать. Со стороны это виднеет сразу. В детском доме я проработала 39,5 лет. 19 лет работала воспитателем. И остальное время работала логопедом. Работу я свою любила. Ну, как сказать, и люблю. Сейчас занимаюсь с внуками. Коллективу большое, конечно, спасибо. И директору детского дома. Директор детского дома. Я не знаю, как это выразить. Но он так заботится о детях, о сотрудниках детского дома. Пожелаю детям, конечно, здоровья, удачи во всем. А коллективу тоже самое. Крепкого здоровья, счастья, удачи. За 60 лет из детского дома выпустились более полутора тысяч детей. Спустя годы выпускники возвращаются. Для того, чтобы сказать спасибо педагогам, что в нужное время стали семьей. У Анастасии Молчановой, пожалуй, одна из самых счастливых историй. Она обрела маму. С тех пор прошло почти 11 лет. И сегодня на праздник они пришли вместе. Кстати, Анастасия в этом году окончила школу. Поступила в педагогический колледж и мечтает в будущем работать с детьми. Юбилей, конечно, бы хотелось пожелать педагогам, воспитателям. Это терпение. Так как они себя полностью посвящают детям. Конечно, здоровье самое главное. Детям же, конечно, найти родителей, чтобы были счастливы. После торжественной части традиционные праздничные программы для гостей. К этому празднику дети готовились долго. Для друзей, как здесь называют шефов, юные актеры инсценировали сказку «Зайчиха-портниха». Детская искренность и непосредственность не оставили равнодушных. Выступления доставили массу приятных эмоций зрителям. Дети и сами с удовольствием играли роли. Педагоги считают, что такая работа помогает детям знакомиться с окружающим миром. Малыши учатся быть смелыми, не боятся трудностей. Их главное понимают – добро всегда возвращается добром. Поэтому подобные театрализованные представления готовятся к каждому празднику. Тематика разная. Причем детей учат не только сценическому мастерству, но и учат быть хорошими зрителями. Праздничная программа завершилась концертным номером. Дети исполнили танец. Мы очень благодарны коллективу детского дома за их высокий профессионализм, который сегодня оценен на уровне республики. За то, что в год они более 20 детей ежегодно устраивают в семье. Возвратов, как мы услышали сегодня, нет. И эти дети находят свое счастье в семье. Следующим этапом стало общение в домах. Так дети называют свои группы. Подарки, сладкие призы от шефов стали приятным сюрпризом для воспитанников. Своих добрых друзей здесь ждут и встречают с улыбками и объятиями. Рассказывают о своих успехах, готовят стихи. Скоро, скоро Новый год. Он торопится, идет, постучится дверью к нам. Дети, здравствуйте, я к вам. Праздник мы встречаем, елку наряжаем, вешаем игрушки, шарики, хлопушки. Скоро Дед Мороз придет, нам подарки принесет. Яблоки, конфеты. Дед Мороз, ну где ты? Алло. Рады встречи и сами спонсоры. В числе постоянных гостей – представители Кумертаусского авиационного завода. Для оказания такой помощи на предприятии создан специальный фонд. Шефы узнают о пожеланиях ребятишек, поздравляя детей в праздники и дни рождения. Дети, как обычные дети, ничего особенного не возникает. Да, обидно, что у них нет родителей, но, тем не менее, я считаю, что по настроению детей, считаю, что здесь к ним относятся очень хорошо, они потому что радуются. Такая теплая встреча состоялась в день празднования юбилея детского дома. Отметили его, как и полагается, в кругу большой семьи.